Кыргызстан планирует разрабатывать месторождение Кызыл-Ампул самостоятельно, без привлечения частной компании. По словам президента Садыра Жапарова, ни один процент месторождения не будет принадлежать иностранцам. Ежегодно 50 человек будут отправляться на обучение в Россию. Таким образом, в Кыргызстане появится больше специалистов по редкоземельным металлам и урану, сказал глава государства на встрече с жителями Томского и Качкарского районов страны. Он также пояснил, что месторождение Кызыл-Ампул не совсем правильно называть урановым. Здесь много запасов титана, магнетита или магнитного железняка. Также на встрече с Шадыр Жапаров рассказал о социально-экономических изменениях в стране и планируемых инвестиционных проектах. Разработка Кызыл-Ампула позволит создать больше тысячи рабочих мест. Этот рудник станет вторым кумтором. Местный бюджет перестанет быть дотационным. Таким образом, народ будет богатеть. Акции протеста, проходившие 5-6 лет назад, принесли пользу. Месторождение не досталось частной компании, которая уже приступила к разработке. Эта компания получала бы 100% прибыли, но её лицензию аннулировали, и теперь мы будем разрабатывать месторождение сами, как кумтор. В 2019 году одна из крупнейших в мире урнодобывающих компаний «Юразия» получила лицензию на разработку Кызыл-Ампула. Однако после протестов жителей проект был остановлен. Месторождение расположено в Тонском районе Сыкульской области. Кызыл-Ампольский участок был открыт в 1951 году. По оценке георазведочных работ, проведенных во времена СССР, запасы месторождения составляли 13 тысяч тонн урана. Также здесь есть залежи тория, циркония, титана, фосфора и других элементов. Продолжение следует...